Здравствуйте дорогие друзья, гости и зрители моего канала. Сегодня я открываю помидорный сезон. Я буду сеять томаты в свою отапливаемую теплицу, то есть во вторую, которая рядом. Сегодня у нас 1 февраля, и следующий томат я буду сеять 14-15 февраля в следующую теплицу, которая не топится. Расскажу, какие сорта я сажаю, почему именно их, процесс посева, как обычно, показываю все на камеру. Но для начала я хотел бы прояснить один такой момент, касаемый моего канала. Негативные комментарии. В общем, не первый раз я уже замечаю на своих видеороликах, скорее всего, это не мои подписчики, а какие-то случайные зрители. Ну, как бы там ни было, я хотел бы прояснить этот момент, поделиться с вами своими мыслями. Я не имею в виду сейчас никакие советы, критику по существу, все это читаю, на ус мотаю, как бы все это мне полезно. Но я имею в виду комментарии, какие-то претензии ко мне. Знаете, зачитаешь и чувствуется какая-то претензия. Например, в прошлый ролик не понравилась моя рассада, вытянутая рассада. Еще были ролики там про отопление системы, еще какие-то изъяны в моих теплицах, в моем выращивании выискивают, предъявляют какие-то претензии. Зачем ты это показываешь на видео? Вот. Это показывает твой непрофессионализм. В общем, друзья, естественно, я не какой-то там профессионал. Моим подписчикам, которые с самого начала на моем канале, это уже давно понятно. Я занимаюсь теплицами самостоятельно. На данный момент два с половиной года. Мои родители, это мои лучшие наставники, где-то что-то подскажут, помогут. Но в основном, конечно, я все делаю сам и стараюсь все какие-то решения принимать самостоятельно и потом впоследствии отвечать за них. На моем канале я делюсь не только своим хорошим опытом. Опять же, повторяюсь, я уже не один раз это говорил. Не только все свои удачи показываю, как все хорошо и какой я мастер, и как я все правильно делаю. Нет, я показываю все как есть. Я показываю и ошибки свои, и какие-то болезни, с которыми я сталкиваюсь на растениях. И рассказываю про убытки в своем бизнесе. И много я экспериментирую. Я только начинаю, у меня все впереди, понимаете? Поэтому я ошибаюсь и, естественно, буду ошибаться. Поэтому все, что я рассказываю на своем канале, не стоит воспринимать близко к сердцу. Вы можете просто наблюдать мой опыт, как я все делаю, и просто делать какие-то заметки для себя, скажем так. Мой канал, по большому счету, для новичков, для таких, как я, которые только начинают это дело и просто могут посмотреть, как это все происходит изнутри. То есть не все так красиво, как кажется. Я рассказываю процессы работы, какие-то проблемы. Все рассказываю, в общем, на этом канале. Канал был создан для обмена опытом. В общем, для того, чтобы показать людям свою работу. Знаете, в какой-то момент возникает такая потребность. Я не знаю, с чем это связано, но вот работаешь в теплице и хочется делиться своими какими-то новыми знаниями. Точно так же приобретать новые знания. Я вот заметил после создания YouTube-канала, начал переписываться со многими моими коллегами, много советов в комментариях получать начал. И действительно, я бы сказал, в разы больше стал знать всякие нюансы моей профессии. Поэтому вот такая ситуация. Мне в комментариях пишут люди, которые занимаются теплицами больше 20 лет. В общем, колоссальный опыт. Люди намного грамотнее, чем я. И много хороших, полезных советов можно найти просто в комментариях под моим видео. Канал создан для обмена опытом, для поисков единомышленников. Поэтому какие-то неуместные, оскорбительные комментарии в мой адрес или в чьей-либо другой, естественно, я с этим буду бороться. Поэтому такой свободы слова на моем канале не будет. Всем новичкам в тепличном бизнесе. Я знаю, есть много молодых ребят, такие как я, даже младшие, которые смотрят и тоже хотят заниматься этим делом. Я призываю не повторять только мой опыт и чей-либо опыт еще. Потому что все, что я показываю, касается только меня. Выращивание растений – это такое дело. Каждое растение требует индивидуальный к нему подход. Нужно следить, где, как подкормить. Здесь нет какой-то математической формулы, чтобы правильно выращивать это растение. Поэтому нужно смотреть не только YouTube, не только мой канал. Есть много профессионалов, которые показывают, как что делается правильно. Читать книги, учиться, и учиться желательно на своем опыте. Вот, в принципе, и весь секрет тепличного бизнеса. А всем моим коллегам, которые более опытные, чем я, которые оставляют свои советы, комментарии, критику по существу, я хочу вам сказать отдельное спасибо. Благодаря вам я чувствую, как я расту в этом направлении. Я украл 5 минут вашего времени, дорогие друзья. Но взамен этого я теперь постараюсь быть максимально полезным. Всю оставшуюся часть этого видеоролика. Я начинаю процесс посева тепличного помидора. Сегодня 1 февраля. Пикировку буду производить в конце февраля, во второй половине, когда в моей теплице освободится место после цветов. Начинаются праздники, я начинаю реализацию своих цветов. Это первая партия. Вторую партию я буду сеять 14-15 февраля и пикировать уже после 8 марта, когда в теплице освободится место. Полностью 2 этих стеллажа будут забиты рассадой тепличного помидора. Пикировать я буду вот в такие стаканчики под цветов. То есть специально закупаю такую партию стаканчиков для пикировки помидора. В них пикирую помидор, высаживаю, и эти же стаканчики в будущем идут на выращивание цветов. То есть ради экономии такая вот простая математика. Высаживать тепличный помидор в первую теплицу, которая топится, я буду уже во второй части апреля. То есть я буду немножко протапливать на случай мелких заморозков. То есть там у меня есть страховка, пластиковые трубы, какое-никакое отопление. Поэтому первую партию в первую теплицу поспеть они тоже должны немножко раньше, так как я и высеваю их раньше на 2 недели. И в последнюю, уже в начале мая, будет высадка тепличного помидора. Теперь пройдемся по сортам. Почему именно эти сорта, сейчас все расскажу. Первый сорт, Мейшуай F1. Я его посеял в том году, буквально 500 штук. И в принципе, есть что вам рассказать насчет этого сорта. В ютубе я не нашел никаких отзывов от живых людей, поэтому буду первым в каком-то смысле. Описание в интернете это одно, но от людей, которые вырастили, есть что сказать. Итак, во-первых, какие преимущества? Преимущества, самое первое, это то, что он толстокорый и долго хранится. То есть, буквально там 2 недели лежит. При нормальных условиях, в Мейшуай лежит очень хорошо. Он не растрескивается. Очень редко растрескивается, когда долго не собираешь, переливаешь. То есть, были такие моменты, там 2-3% всех помидор. Но это не страшно. Если нормально выращивать, все соблюдать, процесс полива, он будет нормально расти. Красивый товарный вид, не растрескивается розовый, вкусный, сладкий помидор. Этот сорт индетерминатный. То есть, он растет очень высоким. Его нужно правильно формировать. При всем при этом, расстояние между кистями достаточно большое. Мои теплицы в самой верхней точке достигают 3 метров. И помидор достает до самого потолка. В районе 5-6 кистей. То есть, очень высокий. Следующий сорт Эйджен. Буквально 100 штук в моей теплице. Это мне передали. Я не пробовал его выращивать. Сказать мне, в принципе, нечего. Я буду пробовать. Будем вместе наблюдать, что это за сорт такой, как он себя ведет. В описании в интернете нашел, что это крупноплодный сорт. Даже относительно моих томатов. Он будет крупный. То есть, там в среднем 300 грамм, как я понял. Что еще? Средний ранний. То есть, он не так рано поспеет, как все мои остальные томаты. Следующий сорт Корвинус. Я его сеял с самого начала, в свой первый год, когда я посадил только красный помидор. Благополучно вырастил, продал. Хороший сорт. В плане того, что долго лежит, не растрескивается. В общем, все эти качества, которые мне необходимы для продажи моего помидора. Вот такая ситуация. На вкус, естественно, он не такой вкусный, как розовый. Но красный томат. На вкус и цвет товарища нет. Немножко с кислинкой. Но хороший, вкусный помидор. Ярко-красного цвета. А Pink Paradise, в принципе, в представлении не нуждается. Отзывов в интернете очень много. Я его не пробовал еще сажать. Поэтому в этом году первый раз. Пробовал на вкус у своих конкурентов на рынке. Очень понравился. Очень вкусный. Поэтому штук 100 я в этом году тоже буду сажать. Просто для эксперимента наблюдать. Посев томата я производил с помощью спички. Пальцы у меня достаточно большие. Поэтому неудобно. А спичкой хорошо. Намачиваем кончик. И по одной семечке получается. Ящик у меня с под фруктов. Как видите, здесь 8 рядов. По 8 штук. То есть, получается 64. В один такой ящик влазит. Конечно, можно сажать погуще. Это достаточно редко я сажаю. Но я делаю это для того, чтобы они максимально долго были в ящике. На случай чего. И сильно друг перед другом не вытягивались. Вот и все. На уровень ящика я сажаю грунт. Тоже для того, чтобы не было бортов и лишнего вытягивания. Глубина лунок 5-7 мм. Расстояние между семечками здесь 5 см. Здесь 3 см. Вот. За расстояние не сказал. Дальше мы присыпаем сверху грунтом эти лунки. И поливаю я раствором привикура. Грунт изначально у нас недостаточно политый. То есть, не обильно. Нельзя такого допускать, чтобы была сильная влага. Потому что начнется плесневеть и так далее. Для всего этого я использую привикур. Для профилактики от болезни, от черной ножки и тому подобное. Вот у меня привикур. 3 кубика на 2 литра воды я добавляю. Обычная 2-х литровая бутылка с дырками в крышке. И после всех этих моментов накрываем пленкой наш ящик. Ставим в рассадник под лампы, чтобы температура была не меньше 20 градусов. Чем выше, тем быстрее проклюнутся семена. В среднем я держу 20-25. Когда начинают проклевываться, опускаю до 18-20 градусов. Накрываем пленкой для того, чтобы не испарялась лишняя влага. Та, которая нужна для проращивания наших семян. После того, как семена проклюнутся, естественно мы ее убираем. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих выпусках.